Привет, зритель! Сейчас тебя ждет обзор заказов Сазона и Вайтберрис в одном ролике. Короче, где-то у меня там была помадка, про которую я как бы, наверное, должна сказать, ибо она у меня на губах, и многих это, как я поняла по каментам прежним, интересует. Это у нас Фаберлик 41042. Не знаю, продается такая сейчас еще или нет. Мне ее когда-то задарила подружка Линки Снегирей, Настя, как ее там, Лукьянова. Но она такая специфическая помадка. У меня сначала гигиеничка, а потом она. Иначе никак. Как ты, наверное, знаешь, если там читаешь мой Инстаграм, мою Телегу, не помню, в роликах я еще вроде это не говорила, или говорила только в том сумбурном ролике. Да, я знаю, возможно, не все любят вот эти сумбурные ролики на телефон. Быстро ролики, которые, я так считаю, записал и залил. Но вот я, наверное, в нем говорила. В общем, у меня что-то волосы перестали дружить с Эйвановскими шампунями Нэтшелс. Что меня очень обечалило, потому что так бы мне и не пришлось даже соображать, что надо какой-то шампунь делать или покупать. И мне бы хватило их где-нибудь там месяца на 4, если не на полгода точно. Но вот внезапно. На эту мыльную основу я смотрела на Вальдбрис 2 года, на Озон 2 года. Ну, то там, то тут. Меня все удушила жаба, а тут внезапно взяла и не задушила. Это чистотел, жидкая мыльная основа, масса нет и килограмм. Состав у нее мыленое кастровое масло. Многим не нравится его аромат, но я как-то не поняла, там, чтоб так супер, так как-то воняло, нормальный запах. Вода, глицерин, глюкоза, кокомида, пропилбетаин на основе кокосового масла и лимонная кислота. Вот. Это вот столько у меня израсходовалось. Я уже делала шампунчик, которым мыла уже волосы. Вот сегодня тоже им помыла. Делала... Ну, если интересно, глянь, инстаграм я туда все скидывала. В телегу я еще это не кидала. Вообще не кидала. И хотела еще группу травника вконтактике. Но что-то тоже пока не сделала ничего. Кошка, что ты там шарахаешься? И у меня здесь... Точнее, вот тем, чем я мыла, у меня оно было с добавлением березового дегтя и парой чаев. Чаев японских. Она вот настоялась, а так и стала довольно жидкая. Когда я ее принесла с холода, она была как бы довольно... Такая густея она была. Но, в общем, как и пишут, это готова уже мыльная основа. Ее там добавил только эфирки какие-нибудь, там витаминки, еще прочую требуху. Две-три чайных ложки какого-нибудь там отвара или настоя и можно мыть. Я разбавляла где-то два к одному. Там написано, что можно один к одному. Мне кажется, один к одному это совсем жидко будет. Потому что шампунь у меня отстоялся, основная часть. И вот такой жиденький довольно. Можно, наверное, два... Ну, типа один к одному, два к одному. Или максимум где-то вот три к одному. Три – это, в общем, основа. И один – это, соответственно, жидкость какая-то. У меня вышло два к одному. Но он отстоял пару дней и стал уже довольно жиденьким. Не жри, эта кошка. И, в общем, я буду пока делать... Пока она не закончится, буду делать на ней шампунчики на ее основе. Небольшое количество я решила делать так вот. Закончится немножко так, где-то вот чуть меньше стакана у меня в общей сумме вышло. Потом делаю еще что-нибудь. В следующий раз попробую разбавить, наверное, где-то один к трем. Как-нибудь попробую чисто вот так его и там пару каких-нибудь эфирных масел просто. В общем, вот. Пятьсот с чем-то. У меня где-то там телефон есть. Это я на Озон покупала. Кошка, дай ей телефон, возьму. Не сиди на нем. Сейчас я тебе, зритель, скажу даже, почем оно. Ну, пока оно у меня грузится, я тебе покажу то, что у меня кошка пытается разодрать. Это пакетик уже неполноценный, наполовину уменьшенный. Это я покупала на Вайтбрис по 260 рублей за полкило. Это конфеты манго. Там манго, значит, сколько-то, 90 с чем-то процентов сок манго, потом корриган, сахар и лимонная кислота. Они такие суфлешки к зубам. Можно сказать, даже и рисочные. К зубам сначала начинают прилипать. Мне угощала тетя мармеладными конфетками. У нас там в мире фруктов продают на разъезд, по-моему, 550 рублей килограмм. Вот я недели две или три назад там была, просто видела цену. Они чуть покрупнее, они вот такие ближе к мармеладе. А эти вот, оказывается, другие, оказывается, они внезапно разные. Я думала, что-то, ну, в принципе, все одинаковое должно быть. Но внезапно оно бывает разное. Так, покупала я за 563 рубля. Но у меня там баллы какие-то оставшиеся премиума были. В общем, 543 у меня обошлась эта основа. И, в принципе, дорого, но терпимо. Хорошо была упакована. Это значит, сейчас я тебе достану. Оно был в пакетик такой прозрачный. Если тебе интересно, глянь мою инстаграм. Там мой инстаграм, да, там я делала фотоотчет того, что купила. В общем, там такой пакетик был с наклеечкой. И внутри вот такие штучки. 55 штучек я посчитала. Их было изначально. Сейчас, наверное, уже половина. Первый раз я вообще 10 штук схомячила где-то так почти за раз. Довольно плотная упаковочка. Вот так вот просто, хотела сказать, просто руками не порвешь. Сволочь ты такая. Почему-то раньше-то не рвалась. Короче, в общем, она внезапно порвалась. Я до этого пыталась скрыть, у меня не очень получалось. Либо вот даже получилось так, что я открываю, у меня конфетка в одну сторону, пакет в другую сторону. Я резала ножницами. Сейчас кошка придет. В общем, вот так оно не рвется. А вот так внезапно. Слушай, если надарить ногтем, то вот оно рвется. Короче, довольно плотный, интересный пакетик. Вот оно. Состав, в принципе, хороший. Артикул я в инфобоксе напишу на него. Так, я еще себе купила на ВЭЦ. Вообще, как бы, несколько всего было, но оно приходилось, соответственно, в разные моменты. У меня закончился парящок. Почти практически закончился. У меня там белье из деревни. Часть я постирала, а часть осталась еще пока не стирана. И заканчиваться парящок вообще там буквально на полстирки осталось. Я заказала себе за 169 рублей 2 килограмма 400 грамм упаковку универсальный бирюса. Сделанный он в России, то ли на Урале, то ли не трогай хороший пакет. В Череповце, потому что один я смотрела, был на Урале, другой в Череповце. И в итоге, какой из них какой, сейчас, кстати, узнаем. Это вообще Акац Новосибирск. Сделан он в Новосибирске. То есть, видимо, три варианта там было от этих русских порошков. Вот он. Такой в Вайберис было написано, что он универсальный для белого и для цветного. И для ручной стирки, и для любых машин. И автомат, и не очень автомат. Вот автомат, ручная стирка, активные кристаллы. Ну и отзывы вроде как нормальный. Я чуть подумала, почему бы нет. 169 рублей такой порошок. Я покупала обычно персил. Последний раз летом покупала в этом году какой-то другой порошок по скидке. По цене как персил. Персила тогда что-то не было, в магните брала. Но тут я что-то подумала. Какой будет самый дешевый, при этом с отзывами нормальными. И внезапно вот есть такой вот порошок. Тоже в инфобоксе будет артикул его. Сейчас просто не буду грузить телефон и сказать, что он пока загрузится. Ох, кажется по 135 рублей оно было. Это я покупала на Озон, когда были вот эти 11-13 ноября дни распродаж. Называлась она там Черная пятница. Смотрю сейчас на Озон. Снова какая-то Черная пятница. Витазин. Кокосовая стружка, торговая марка Витазин. 300 грамм и 135 рублей. За где-то примерно такую же цену у другой фирмы 300 грамм. Оно было. Либо уже было съесть или выкинуть. Либо будет в том, который я еще не смонтировала, но записала на днях. Он где-то тоже на час будет этот ролик съесть или выкинуть. Там была кокосовая стружка, которую я покупала на Вайдбер из другой фирмы. Тоже 300 грамм. Хорошая. Эту я еще не пробовала. Я ее в основе купила. Ну как, я хотела килограмм, но что-то посмотрела. Он больно дорогой. Вот это купить, то купить. А на что жить-то еще? Ну и в итоге я смотрю, там 135 рублей 300 грамм. Оно, если сложить его, и выходило 135 умножить на 3, плюс еще 1 треть от этой суммы. Оно выходило дороже, чем тот килограмм, который изначально хотел. А потом думаю, куда мне этот килограмм? Вот мне сейчас приспичило, допустим, этого печенья из кокосовой стружки. Я и сделаю, но мне оно потом будет стоять. Возможно, еще и срок у него успеет выйти. Это у нас сделано 2 сентября этого года и до 1 сентября следующего года. И подумала, что ну вот закончится она, но не будет по такой цене такой вот упаковки. Не будет вообще по такой цене чего-то. Там более-менее в пределах 300 грамм на Озон. Можно будет что-то другое купить на Вайберис. И заказала небольшой пакетик. Плюс у меня как бы там всякие запасы еще есть другие, которые надо как-то доедать. В шкафу, который пинал, который раньше стоял на кухне, сейчас на балконе. И места не особо много. Ну, я как-то сейчас пытаюсь не покупать супер запас, чтобы вот вообще дофига и забыл, что там что-то есть. Поэтому я взяла вот этот пакетик. Десерт, источник клетчатки, меню, англевозов, бла-бла-бла. Вот такой вот пакетик на Озон за 135 рублей во время распродажи. Как ты знаешь, зрители из прошлых роликов, я говорила, что собиралась, заказала себе, я забрала, переноску для кошки. Ну, что старая она, в общем, благодаря Тишке, Алиске и еще двум другим котам, не моим. Ну, брали у меня просто люди разные на время пользования. Уделалась вообще, вот разодралась. Я заказала переноску. Кошка, не надо меня царапать. Я тебе сейчас, зритель, покажу страшную штуку. Когда-то это была красивая мышка из Альна, которая висела у меня на дверце полочки, тумбочки, напротив монитора и экшн-камеры. Тайне экшн-камеры, веб-камеры, на которую я стримлю. Давно не стримила, да. И была в кадре, была такая красивая мышка из Мышкина. А потом она стала игрушкой кошки. Я тут думаю, что хоть это такое, ну, вообще наклонилась, думаю, что это из нее такое. Оказывается, это какие-то волосы льняные, которые на самом деле набивка этой мышки. У мышки уже нет одного ушка. У мышки очень быстро закончилась одна ручка. Сейчас у нее, по-моему, только одна, только ножки остались, вторая, причем вот такая уже разобланная. И второй ручки тоже нет. Короче, вот мышка. Писяц вообще. Мышка. Ну, тут под ногами валяется. В общем, мне пришло с Азона, я тогда тоже на распродажу заказала когтеточку на ножку. У меня та на кухне, она где-то на одну треть опушилась. Выглядит примерно как наружность этой мышки. Ну, и внезапно на Азону эта штуковина была чуть дешевле, чем на Вайдбрис. Ты как уже в курсе, я думаю, я, ты уже в курсе. У меня там еще ролик какой-то про экономию был, как прожить на 14-500 в месяц за рублей. Я стараюсь на Вайдбрис или Азон смотреть вот просто по ценам. Я вообще так чисто мозги расслабляю, я лазаю, вот смотрю, вот здесь вот такая-то цена, вот тыркнуть, думаю, на Азон, интересно, есть такая же штука, сколько она стоит, или вообще вот примерно, примерно та же штука разных производителей, по качеству одинаковая, сколько она вообще может стоить. И вот на Азон эта штука была дешевле. Тут еще даже какая-то фигня. Да, он тут какая-то хренатенена. Сейчас мы с тобой ее вскроем. А после обзора я ее не пойду на кухню, приделаю к другой ножке. Вот эта фигня, оказывается, не приклеена, она просто вот фигня. Ее надо куда-то приклеить, привязать, наверное, и можно дать кошке играть. В общем, вот. Линяная штучка. Может, не линяная, может, и стенки. Тут у меня на прежней черная липучка, тут серая. Вот оно. По сути-то оно точно так. Вау, зритель, тут две липучки. Можно вот так, видимо, сделать. А можно вот так вот сделать, что как. Ну, в общем, если так сделать, то оно повыше будет. Вот я, наверное, так ее сделаю. Вот так. В кадр, чтобы влезло. Так, Шуалиска, у тебя будет скоро новая липучка. Когтеточка, столбик на ножку, стола. Артикул когтеточки 40. Размер когтеточки 30 на 40 сантиметров, плюс-минус полсантиметра. Состав ковролин и липучка. Когтеточка пропитана экстрактом варидианы. Я все никак не куплю этой варидианы жидкой, чтобы этой штук кошки, ну, где-нибудь там подкапать, чтобы она вот здесь была, а вот там не была. Когтеточка, значит, не подойдет обязательно сертификации, сделана в городе Ульяновске. У меня там какая-то дальняя родня по линии бабушки, по линии мамы. Игрушку из джута закрепите на нужную высоту под липучку. Я думаю, эту игрушку из джута можно в другое место какое-нибудь приделать, потому что она, скорее всего, не сразу поймет прикола. Так, какой-то пакетик. А, да. Возможно, будут бомбежи в камендах. Та-дам! Мне так нравятся трусики-гламурики, что продаются и на Озон, и на Вайтбрис. Но оба разные покупаю на Вайтбрис. Эти покупаю на Вайтбрис, тут 4 штучки. До этого покупала комплект, 2 комплекта из 2 штучек. Летом еще они мне так понравились, эти трусики-гламурики для девушек и женщин и так далее. Короче, женские трусики-гламурики. Да, у меня на весь какие-то два ролика вроде АСМР с трусиками и просто видео с трусиками. Я так поняла, что мне нравятся в данный момент, в последние годы, 3 трусики-слипы. Раньше я тащилась от трусиков танго. Какое-то время тащилась от трусиков этих самых стринги. Вот. По-моему, это 44 размер. Кстати, я тут этот пакетик. Эти звуки были от окошка. За это. Выбежала из комнаты хлопок 95%, спандекс 5%. Трусы торговой марки-гламурики, коллекция Оукин. Ну и сделано оно в Китае. Да как бы и пофиг. Мой телефон тоже сделан в Китае. Вот. Кстати, 250 рублей набор из 4 трусиков практически из 100% хлопка. Ну, 95% хлопка. С отличным качеством. Вообще, я считаю, находка. Да считай, по 65 рублей за штучку. Мяконькие. С легким кружевом. Шодный. Сейчас скажу страшную вещь. Мужики, если вы вдруг это смотрите, и вы ранимые. Ну, а Господь с вами? Нет, Господь не с вами. Я тут, а вы там. Короче, вот на такие трусики. Типа, слипы. Очень хорошо крепить прокладки в определенные дни. В принципе, по большей части я из-за этого их и заказала. Да ну и так вот сейчас холодно, нацепил на задницу. Заднице тепло. Как бы сказала моя бабушка, передница тоже. Чего у нас тут осталось? Осталось у меня тут, походу, дело переноска. Переноска с пластиковой фигней, которая как бы, ну, не дает ей потерять форму. У меня вот той была пенопластовая такая фиговина, прослойка. Я про нее узнала вообще совсем-совсем недавно, где-то месяца за 4 до того, как она совсем ласты склеила, эта переноска кошачья. И когда стирала, надо было бы ее вытаскивать. Я даже не знала, что так можно вытащить. Там, что вот эти на липучках это все было, что можно вообще было все вытащить. Я вытаскивала только фанерку такую. Ну, фанерку в итоге я свисла в сад. Потому что, в принципе, куда она? Тут есть, в общем, смотри, зритель, вот такая штука. Она поменьше, конечно, немножко. Тут есть фанерка на дне. Вот фанерка. Я уж ее полностью вытаскивать не буду. Вот фанерка. Здесь пластиковая такая хренатень. И вот такой тканевый момент. Упаковка. Было упаковано в обычный пакетик такой салфановый. Он был порванный изначально. И там была, конечно, наклеечка, что-то такое. Но у меня все это осталось на базе выдачи. 480 с чем-то мне это счастье обошлось. Дем я там телефон такой. Телефон, иди сюда. Вообще. Ну, не бобик ли бешеный. Кстати, как теточка. 180 рублей была. Свою тату я тогда за 200 с чем-то покупала. И сумочка. Так. Где тут сумочка? Вот тут написано 491. Может, я ее за столько и покупала, хрен знает. Где-то тут, может, чек есть. Так, где тут чек-то хоть есть? У меня тронный чек. Где вот пока так вот. Тут, кстати, да, сеточка с двух сторон. У меня-то сеточка только спереди была. А сзади-то она уже была не сеточка. Да, 491 рубль была вот эта вот тут. Переносочка. Ну, в ней особо не разгуляешься. Я думаю, туда ее просто засунуть, эту кошку, да, вот и пойдешь. Сейчас я ее соберу. Она немножко не так выглядит, как на картинке. На картинке я еще выбрала ее на того, что там на ручке. Были два таких вот, как бы, колечка. И можно, допустим, прицепить ремешок. У меня остался он вполне вменяемый от прошлой переноски. Я не стала выкидывать. Думаю, если будет новая переноска, то его прицеплю. С другой стороны, в принципе, можно просто за ручку будет нести. Потому что не всегда было удобно ту переноску тащить на плече. Ну, плюс она была сама по себе большая. Кошка уже играет с этой хренотенью, которая, ну, бантик вот этот. Вот она вот так выглядит. Зритель, ты меня видишь? Я камеру вижу. Вот, ну, лицо мое через эту штуку. Вот такая небольшая, в принципе. Сумка-переноска жесткая. Pet Tiles. Саквояж. 32,5 x 19,5 x 19,5. Рогожка, пластик серая. Размер 33,50 x 2 см. Я не знаю, что это у них за размер. Где они этот размер взяли? Может, упаковка этого размера была? Ну, в общем, вот. Можно, конечно, сейчас попробовать эту дуринду сюда засунуть. Но, чтобы она мне штатив не снесла. Про отцам и матерям. Конечно, это тот еще момент. У меня еще, к тому же, батарея-то на камере почти разряженная. Кошка, иди туда. Иди туда. Ладно, я потом тебя засуну. В общем, вот такой у меня обзор моих покупок на Вайсберс и на Озон. Всем спасибо за просмотр. Ну, и это. Если вы вдруг делали шампунь на такой основе, дайте знать в комменты. Будет приятно почитать. Может быть, у вас там какие-то свои рецепты. Ну, и все. Пока. Про скриптум зритель. Она сама сюда залезла. Вотя. Вотя. Ну, и что так? Нормально. Блин, тяжелая ты, Алиска. Как шо-тишо. Надо снова тягать гирю хозяину. Тут у нас жопа. Но я боялась, что ей будет мало места. Вон она нашлась. Извернулась. И там, где была жопа, теперь голова. Но жопа все-таки есть. Все, зритель, на этом пока. Не забудь поставить палец кверху.